Вот в Москве дождь, вот иначе как сумасшедшей бабкой, ну не знаю, зовёшь уборщицу Макдональдс. Я хотел взять, ну, как салфетки, она мне не дала их, говорит, я тебе сейчас принесу. Принесла одну салфетку, положила на стол, грязный, в руки не дала. Ага, я подошёл к работнику на прилавок, говорю, дайте мне салфеток. Она мне дала сколько, кучу сразу, штук 5-10, потому что в дороге они всегда нужны будут. Руки протирать, ну ты же с клиентами общаешься, обязательно лицо протирать, всё что угодно. А вот это, и такая, вам не надо, если вам надо, идите вон в туалет, та-та-та, начала учить меня, жизни учить. Так, а, я вижу там автобус на горизонте едет. А вот это садовое кольцо, где слева направо машины едут, за ними проспект Мира. Сзади, если развернуться, вот это метро Сухаревска, ещё дальше будет церковь, вот это Сретенка. Да, Панкратевский переулок, а вот это церковь, которая много ниже основания дороги, я не знаю почему. Она очень внизу. Я, конечно, могу не ждать автобус ради того, чтобы... Нет, надо подождать, чтобы пощадить свои ноги. Мне ещё работать часа три. Вот, а был я вот здесь вот. Я не могу увеличивать изображение, потому что у меня настройки не позволяют. В общем, и люди, они уверены, потому что если ты даже не прав, ты всё равно прав, потому что это ты. Это ты, если ты даже не прав, потом оно всё обернётся так, что ты будешь прав, даже если ты не прав. То есть, ну, такая вот логика, как сказать, логика победителя. На каком основании, я не представляю. Конечно, всё время сомневаться это тоже не дело, но нужен какой-то баланс между уверенностью и сомнением. А, это всё-таки, наверное, ну, дождь? Нет, это всё-таки мелкий снег. Это мелкий-мелкий снег. Просто показалось, что как дождь, то есть он сразу взлетает. В Москве относительно тепло по сравнению с другими регионами. Вот эта вот станция, здесь был открытый вход, сейчас вот его здесь настроили, сделали закрытым. Ну, деньги куда-то надо, вместо того, чтобы они потратили, допустим, 20 миллионов. Так за 20 миллионов можно, знаете, сколько? При хорошей технологичности. 200 домов поставить, там, скажем, 5 на 5 метров, и 200 жителей поселить, если не 200 семей. А эти деньги, видите, на что тратятся? На пустое. То есть можно было и так туда заходить, вот в это вот странное строение, да? Но не живо. Это просто вход уже, построенное в советское время в метро.